12 октября 2021 года сборная Казахстана в рамках отбора чемпионата мира 2022 в Катаре принимала на своем поле Финляндию. Нам, украинцам, нужно, чтобы хозяева отобрали очки у горячих парней Суоми, которые со стартового свистка стали неспешно, так методично расшатывать оборону соперника. Казахстан, в свою очередь, отвечал резкими контратаками. Много борьбы и огромное желание не уступить трансформировались в две желтые карточки, по одну на команду, когда на 35-й минуте Финн, Роберт Иванов и Казах Сергей Малый перед подачей углового устроили между собой во вратарской Казахстана Толконину. И сначала получили от арбитра словесный втык, а когда до них не дошло предупреждение. И тут же Финны дважды могли выходить вперед. Только вот Альбин Гранлунд после того, как обыгрался с партнером по команде и вышел на ударную позицию, пробил рядом с ближней штангой. А потом Нико Хемелянин сделал отличный наброс на все того же Гранлунда, удар которого отразила перекладина. Финны под конец первого тайма явно разыгрались, и уже удар лода отразил голкипер Казахстана Шацкий. Но гол в его ворота явно назревал, и его забил Пукки. Получил мяч по центру штрафной, развернулся и протолкнул мяч в сетку. А потом еще раз компенсированное время, но с офсайда. Второй тайм. Гости начали мощно. В итоге Пукки оформляет дубль после того, как Шацкий отразил дальний удар прямо перед собой, куда и набегал финский форвард. 2-0 на 47 минуте. Пукки вполне мог оформлять хитрик, но и так финский форвард побил рекорд результативности своей сборной, который принадлежал легендарному Яре Литманину. 32 гола, у Пукки теперь 33. И со спокойной душой ушел с поля на 78 минуте, когда был заменен. Финляндия вполне могла сравниваться с Украиной не только по очкам, но и по разнице забитых и пропущенных, если бы на 86 минуте Фредрик Йенсен реализовал выход 1 на 1 с Шацким. Но выше ворот и от сердца отлегло. Но все равно вышел такой себе Пукки Украине от сборной Финляндии, которая уверенно и без проблем одолела Казахстан в гостях 2-0. Имеет, как и Украина, по 8 очков. Надолго ли сие равновесия? Скоро узнаем. Болеем за наши команды. С вами был Саныч, до новых встреч.